Саламас Тармах, Курмяте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я сегодня хотел бы озвучить предложение для дорогие Назарбаевы, как известно, на спикер Сената по Конституции страны, это второй человек в государстве. Мы все прекрасно знаем, что ее отец Нур-Султан планирует ее назначить президентом страны. Ну и, собственно, в этой связи, я думаю, что многие очень плохо представляют, кто такая Дарига Назарбаева, ну кроме того, что там есть официальная версия в газетах или в интернете. Мы не видим и не слышим ее позицию регулярную. Ну, в частности, она сейчас председатель Сената и публичное лицо, и намеревается в ближайшем будущем стать президентом страны. Я так понимаю, граждане нашей страны должны знать, какая позиция у Дариги по будущему нашей страны, какое будет образование, какое будет здравоохранение, какое отношение к вероисповеданию. Ну, собственно, наверное, вопросов очень много. И до этого она делала отдельные какие-то заявления, будучи вице-премьером, или будучи вице-спикером Мажелиса, тоже что-то она говорила. Но это другая позиция совершенно. Сейчас у нее позиции второго человека в государстве. Ну, как известно, на позицию спикера парламента никто ее не избирал. Ну, во-первых, чтобы быть избранным, надо просто участвовать в выборах. А она сначала была назначена сенатором, указом своего отца Назарбаевым. Он ее назначил сенатором. Через какое-то время, после того, как Такаев стал исполнять обязанности президента, в Сенате ее как бы назначили председателем Сената. То есть назначили вторым человеком в государстве. Как известно, во всем мире на позицию как депутатов, так и премьер-министр, так и президентов есть механизм выборности. Когда народ голосует за своего избранника, голосует за его курс. Когда народу нравится политическая программа, экономическая. Когда, в принципе, человек по своим взглядам устраивает в основном большинство населения. Вот так устроен мир. Так устроено устройство всех государств. И, в частности, и Казахстана. Если открыть конституцию страны, то провозглашается, что Казахстан это демократическая республика. А как известно, собственно, сам механизм демократии предполагает выборность. А так получилось, что Дарига вдруг стала председателем Сената именно благодаря своему отцу, благодаря его указу. Ну, а затем этот указ переподписал Хасмажиму Артакаев. И она, соответственно, назначена сенатором и, по сути, назначена председателем Сената вторым человеком в государстве. Сейчас она более публичный человек. Я думаю, что мы имеем полное право в соответствии с ее статусом, позицией, понять и понимать, кто такая Дарига Назарбаева. Кроме тех официальных сводок, которые у нас есть. Ну, я хотел бы от себя лично сказать, что, конечно же, я Даригу лично знаю давно, со студенческих лет, с 20 лет. Я учился в московском институте физическом институте. Она где-то приблизительно, по-моему, около трех лет или двух с половиной лет, я сейчас точно не могу вспомнить, по-моему, около трех лет. Она училась в Московском государственном университете, на историческом факультете. Затем, когда она вышла замуж за Рахата Алиева, она перевелась, уехала в Казахстан и завершила учебу в Казгу. Ну и, собственно, даже после того, как она учебу завершила, я, конечно же, когда проживал в Алматы, но по разным обстоятельствам встречался с ней, с ее мужем, с Рахатом Алиевым, были деловые встречи, когда она возглавляла Хабар. Поэтому для меня все понятно, я все знаю о Дариге, но, наверное, будет корректнее, чтобы сам народ увидел и услышал, что называется, воочию, в прямом эфире, голос и лицо второго человека в государстве. Мы должны убедиться, что это действительно публичное лицо в состоянии отвечать на вопросы со своим видением, ясным. И мы должны решить, действительно, она будет тем самым президентом, который вытащит нашу страну вперед. Ну и, конечно же, возникает очень много вопросов. Наша страна очень бедная, очень много нищих, очень много несправедливости. Как сама Дарига сказала, что судебная система у нас такая плохая, что могут осудить невиновного человека. Ну а кто построил эту судебную систему? Ее папа. Почему наши люди нищие? Мы никогда с Даригой не разговаривали именно в аспекте, как два государственных деятеля, например. Если она себя считает государственным деятелем, политиком, то политики не боятся никаких дискуссий, ни дебатов. У них ясное видение, как развивать экономику страны, как должна страна интегрироваться в мировое сообщество. В общем, одним словом, это должен быть такой очень высокий профессиональный уровень. Недавно по инициативе Соловья режима Назарбаева Ермухаммеда Ертезбаева произошли дебаты между мной и им на площадке клуба Политона Сергея Дуванова. Ну, собственно, прозвище Соловья режима было дано журналистами Ермухаммеду Ертезбаеву. Ну, я думаю, что вы согласитесь с тем, что я, по сути, резюмирую мнение людей, что, в общем-то, выяснилось, что Соловей-то и не Соловей, больше, наверное, попугай. А его отправляли на эти дебаты, чтобы он представлял режим Назарбаева, хвалил, пел оды. Убедительно, конечно. Мы же, когда Соловья слушаем, убедительно, очень красиво. Ну, а этот Соловей врал, говорил, что воловой внутренний продукт нашей страны был больше, чем у России, чего не было. И рассказывал о том, что у нас там 25-30% людей богатые, зажиточные люди. Ну, я не буду повторять все его утверждения, их было много. Но в промежутке он интересные вещи сказал. Но я понимаю, почему он их сказал, потому что он, голос семьи Назарбаевых, и, собственно, он уже, что называется, слился с Назарбаевым, и, скорее всего, и с Доригой, в частности. И не только с Доригой, еще с Тимуром Кулебаемым, потому что регулярно мы слышим комментарии Ертезбаева, что вот такой-то член семьи, такой великолепный, вот Дорига такая умная, вот Назарбаев такой крутой. Ну, это фактически голос семьи Назарбаевых. Не случайно мы его называем все Соловьем режима Назарбаева. Вот, и, ну, одним словом, Соловей как-то выглядел неубедительно, выглядел плохо. И заявил, что он, в принципе, готов регулярно выходить на дебаты, нет проблем. Ну, я думаю, здесь нужна последовательность. Ертезбаев так вот радостно заявил, что Мухтар Аблязов попал в ловушку, что он не должен был идти на дебаты с ним, потому что он позиционируется как кандидат в премьер-министры, и что вот я, Ертезбаев, для него не был уровнем. Мне удалось его, что называется, затянуть в ловушку. Ну, я охотно в этой ловушке хочу побыть, в связи с тем, что форму дебатов предложил именно представитель семьи Назарбаевых, их Соловей. И хотел бы послушать другую певицу, более известную, оперную диву, Доригу Назарбаеву, которой мы знакомы еще со студенческих лет. Я, конечно же, хорошо знаю и ее бывшего мужа Архата Алиева, хорошо знаю практически всех членов семьи, скажем, и со студенческих времен. Младшую сестру, вторую Динару, например, Кулебаеву, тоже со студенческих племен, ее мужа Тимура Кулебаева. Скажем, мне будет очень легко разговаривать вот на этих дебатах. Ну, если Дорига не готова говорить лицом к лицу, то формат может быть, что есть некий нейтральный человек, ну, например, тот же самый Сергей Дуванов, Клуб Политон. И я предлагаю открыто и честно поговорить. Более того, Дорига, ты руководила Хабаром. Вот. Нам нужно, думаю, задать вопросы. Как так получилось, что Хабар, такая вот телекомпания, стопроцентно финансировалась из бюджета страны. Все рекламные потоки шли на Хабар. И ты была генеральным директором этого Хабара. А потом раз, государство заплатило тебе лично 100 миллионов долларов. За что? Известно, что рекламные потоки, которые приходили на Хабар, вы с Рахатом создали специальную компанию, которая в год минимум 100 миллионов долларов через офшорные компании уводила из Казахстана. То есть эти деньги не попадали в государственную компанию Хабар. Ну вот, и я думаю, что есть смысл поговорить нам и на эту тему. То есть вопросов очень много. Ну, в частности, например, как так получилось, что твой младший сын, Айсултан, сейчас фактически арестован. Его разместили в клинику и будут лечить его от наркотиков. Сильных наркотиков. Это уже сейчас международная пресса везде все это опубликовала. Ну и предварительный вопрос я хотел бы тебе задать, дорога. Как так получается, что второй человек в государстве, председатель Сената, представляющий лицо страны, во всех западных СМИ выходят статьи, в которых озвучивается, что у тебя арестовали 3 миллиарда долларов наличными деньгами, что ты использовала второй паспорт на фамилию не Назарбаева, а Алиева, поддельный паспорт, по сути дела. И мы об этом ничего не знаем. Ты не делаешь заявлений, не говоришь, что это неправда, что у тебя не было фамилии Алиева, что ты вот как была дорогой Назарбаевой, так и осталась. Мы не слышали заявлений, что у тебя эти 3 миллиарда не арестованы. Ну и затем, дорога, интересно же, ты, по сути дела, бизнесом никогда не занималась. Но, тем не менее, лет 6 назад, по-моему, прошла информация, что ты якобы продала семейный банк, Нурбанк, и выручила 600 миллионов долларов. И вот вопрос, ты сейчас государственный деятель, как бы, по нашей конституции, второй человек в государстве. И нам, я считаю, что очень важно знать, что второе лицо в государстве заплатило действительно налоги. Если ты получила 600 миллионов долларов, то, наверное, нам нужно знать, а сколько ты налогов заплатила с этой суммы в бюджет страны. Вообще вопросов к тебе очень много. Вопросов по недвижимости в Англии. Очень много в западных средствах массовой информации звучит, что ты вместе с сыном, старшим сыном, владела недвижимостью, продала. Был какой-то момент, там, все английские СМИ по этому поводу писали. Мы опять все это слышим с западных средств массовой информации, но никак не слышим объяснений со стороны спикера парламента, второго человека в государстве. Ну, всем известно, что твой папа любит поговорить, поучить. И ты тоже, собственно, недалеко от своего папы ушла. Вот недавно совершенно ты сказала, что нам нужно всем срочно учить китайский язык, обращаясь к молодежи. Сказала, что Китай – наше будущее, будущее нашей страны. Ну, и тогда, соответственно, возникает вопрос. Почему ты так сказала? Потому что у твоего папы вместе с тобой бизнес с китайцем 50 на 50, и все китайские проекты вы, как семья, делитесь Китаем? У меня есть название предприятий. Я на этих дебатах мог бы озвучивать каждое предприятие и спрашивать. Ну-ка, скажи, пожалуйста, дорога, ты тоже там собственник? Что ты можешь по этому поводу сказать? Дальше. Ладно, ты вчера была домохозяйкой, женой Рахата Алиева, но не занималась никакой деятельностью, жила в Австрии. Ну, собственно, вот так. Жила, как многие, скажем, когда не работают, имеют статус домохозяйки. Вот. Ну, теперь же ты председатель Сената и должна защищать государственные интересы нашей страны. И вот мне в этой связи интересно, и я хотел бы сформулировать еще один из вопросов, который, что называется, ну вот, выплывает непрерывно все. Известно, что в Китае существует концентрационный лагеря в Суаре. Это Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Только по официальным данным там проживает больше двух миллионов казахов и более десяти миллионов уйгур. Есть целая область, автономный иилийский казахский район. Так вот, сейчас это уже общеизвестно, Китай это скрывал, и вы тоже это прекрасно знаете, как семья Назарбаева, и сам Назарбаев об этом знает. Общеизвестно, что Китай построил огромное количество концентрационных лагерей, в которых содержатся мусульмане, несколько миллионов человек, и числее их находятся и казахи. То есть, фактически сейчас Китай преследует этнические меньшинства, заставляет, принуждает отказаться от своего языка, они учат только китайский язык, раз, они маршруют под песни, скажем, честь коммунистической партии Китая, их пытают, преследуют за вероисповедание. Фактически, все, кто проповедует ислам, Китай преследует. Вот сейчас проходит очень много информации о том, что Китай сносит мечети. Мы знаем, что закрываются и национальные школы, и казахские, и уйгурские, и кыргызские, и все прочее. Вот ты, дорога, говоришь, что Китай – наше будущее, учите китайский язык. Сегодня я выставил одно видео, где в городе Сык ученики учат все китайский язык. Не вопрос. Это вопрос выбора родителей, они могут учить английский, немецкий, любые другие языки мира. Но возникает вопрос, а как можно продвигать китайские школы, изучать китайские языки, если наши казахи в Китае преследуются по национальному признаку, по вероисповеданию, закрываются казахские школы. Я, на самом деле, не припомню, чтобы у наших соседей, у кыргызов, у узбеков, в России, ну, какие-то еще другие страны, чтобы строили концентрационные лагеря и принуждали учить тот или иной язык. Запрещали вероисповедание. Более того, еще и китайцы, Китай, правительство Китая запрещает называть своих детей разными именами, мусульманскими именами. Это тоже общеизвестный факт. И вот мне интересно, я хочу тебе задать вопрос, дорога, как может государство продвигать китайский язык в Казахстане, когда казахский язык Китая преследуется фактически, школы закрываются. Как могут граждане Казахстана лояльно относиться к гражданам Китая, если фактически национальное меньшинство преследуется на территории Китая. И если при всех этих фактах идут инвестиции, китайцы свободно покупают ведущие предприятия страны, доля в нефтяном секторе около 40%, и вот эти разговоры о том, что огромное количество земель продается китайским компаниям, они же не на ровных месте возникают. То есть люди знают, что говорят, потому что это происходит на их глазах. И когда Америка, ведущие европейские страны, не являющие по сути дела скажем, не мусульманами, не имеющие общих границ ни с Казахстаном, не имеющие отношения к этническим куйгурам, к кыргызам, и они требуют от Китая прекратить пытать людей создавать концентрационные лагеря, вопрос, почему такие заявления не идут от Назарбаева, во-первых, от Такаева, во-вторых, ну и в-третьих, почему мы не слышим заявления от председателя Сената, второго человека государствии, который выражает протест государственной китайской политикой и не озвучивает хотя бы то, что озвучили Америка и ведущие страны Европы, которые считают, что идет ущемление прав человека, связанные как с вероисповеданием, как и с правом говорить на своем родном языке, учиться и все прочее. Почему председатель Сената Дарига Назарбаева не делает по этому поводу заявление? Что это значит? Значит ли, что когда завтра Назарбаев назначит Даригу президентом, Китай активно будет проводить ту же самую агрессивную политику в самом Китае относительно казахов, уйгур, крыгызов и других национальных меньшинств? Значит ли, что китайский язык стремительно внедрится во все наши школы? Значит ли, что Китай свободно будет оперировать в Казахстане, а казахи в Китае будут испытывать разные проблемы, пытки и все прочее? Значит ли это, что будет государственная политика, которую будешь проводить ты, Дарига Назарбаева? К тебе, Дарига, еще очень много вопросов, но почему я хотел бы, чтобы ты участвовал в дебатах? Ну, ваш представитель соловей режима, Ертезбаев, с позором провалился, он сейчас пытается реабилитироваться и там, скажем, односторонне продолжает лгать. Он не справляется с аргументами, поплыл с вопросами, когда начал рассказывать об экономике страны и все прочее. То есть, выглядел он очень глупо, позорно и так далее. Ну, я же не буду предлагать тебе спеть, я уверен, что ты поешь лучше Ертезбаева, все-таки ты оперная дива, в Париже здесь пела, в Москве, там еще где-то. Давай мы поговорим хотя бы вот на эти вопросы ты ответишь. Первое. Второе. Я обратился к нашим гражданам, чтобы они задали тебе вопросы. Я думаю, что они могут задать и вопросы личного характера, как и к матери. Задать вопросы, как так получилось, что Рахат Алиев был убит в тюрьме, отец твоих детей и мы по этому поводу не знаем, какая твоя позиция. То есть, его правильно убили, ты, скажем, человек, который нормально воспринимаешь убийство своего мужа, пусть даже бывшего. Ну и наверное, нужно ответить на вопрос, как так получилось, что семья, которая хочет стать примером, показателем, примером для всех граждан страны, что ее сын где-то в Англии, арестован, размещен в клинике и вообще он какой-то, скажем, неоднозначный и есть смысл наверное тебе ответить на все и такого рода личные вопросы. Это один пласт. Я думаю, что у наших граждан точно есть право задавать тебе такие вопросы, потому что когда человек претендует на высший государственный пост, обычно граждане знают все. Вот я не являюсь гражданином США, но я очень много знаю, например, о Трампе. Я не являюсь гражданином России, ну я наверное тоже не меньше знаю о Путине, о Медведеве. Я не являюсь гражданином Кыргызстана, ну например, я очень много знаю о бывшем президенте Атамбаеве. Я очень много знаю о президенте Франции Макроне. но я думаю ты понимаешь это правило, правило если ты претендируешь на высокий пост, если ты публичное лицо, то страна должна знать о тебе как можно больше, желательно все. Поэтому я буду собирать вопросы и озвучивать тебе их регулярно, ну на этой неделе точно еще как минимум одни раз выступлю. я тебя не загоняю в угол, ну пришел Ертезбаев такой вот, он же был уверен, что он соловей, он сейчас быстро-быстро так на все вопросы красиво ответит. Ну другой вопрос, что он просто пел в комнате у Назарбаева, на подмост Назарбаева, и там никто его хрипа наверное не то чтобы не слышал, не хотел слышать. Ну и в общем он провалился. Чтобы у тебя такого не было, я предлагаю тебе какое-то комфортное время, которое тебе нужно, я буду регулярно выступать, озвучивать эти вопросы, приглашай своего соловья, обанкротившего Ертезбаева, пусть он тебе посоветует, как правильно подобрать тональность, как выступать. Но он истерил, к сожалению, нервничал, но ты все-таки же председатель сената, ты должна быть взвешенной, уверенной, спокойной, каждое твое слово должно быть выверено, поэтому я думаю, что тебе необходимо взять паузу, подготовиться, а я тебе буду регулярно вот так вот в эфире озвучивать эти вопросы, ну, то есть и личного характера, и вот собственно я думаю, что наши граждане будут вас присылать вопросы, я тебе буду в эфире их озвучивать, ты готовься и для себя определить, какой формат тебе удобен. для меня вообще удобен очень простой формат, мы разговариваем в прямом эфире, ты как человек руководящий Хабаром, включи Хабар, там те, кто слушает Хабар, они зомбирны этой властью, и сам Назарбаев любит слушать Хабар, и ты, думаю, любишь его слушать, поэтому я предлагаю включить все каналы страны, и побеседуем на глазах у всех наших граждан, я уверен, что ты можешь быть убедительным, у тебя есть время на подготовку, наверное, у тебя есть ко мне вопросы, вы же любите рассказывать легенды, как Мухтар Аблязов якобы украл там гигантские миллиарды, ну и здесь, пожалуйста, я готов в открытом формате с тобой пообщаться, получи информацию у следователей, у тех людей, которых вы запытали в тюрьме и заставили говорить, я готов говорить на любую тему, абсолютно, поэтому, дорога, я жду тебя на дебатах, определись, пожалуйста, когда тебе удобно, реши, какая площадка, ну, я еще раз говорю, мне удобно, чтобы наш прямой эфир смотрела вся страна, я думаю, тогда люди снимут огромное количество вопросов, которые сейчас у них есть в голове, договорились? Я жду, до встречи в эфире, дорога, Я жду,